Ну а наша Настя Попкова, наша светская путешественница, уже побывала на закрытом предпоказе этой новогодней сказки, которая называется «Алиса в стране чудаков» или «Сон в новогоднюю ночь» и сейчас нам все расскажет. Привет, Настя! Доброе утро, ребята! Расскажи, чем тебя порадовала эта сказка, чем удивила, чем покорила. Давай, впала в детство вот сразу. Ты вот прям снял с языка, Костя, я действительно впала в детство, вспомнила свои 7 лет, когда мы с родителями тоже ходили на новогодние сказки в Могилеве. Это такая необычно сказочная атмосфера. Вот. Так расскажу, что там было. Мне очень понравилось, что когда входишь в областную филармонию, сразу же ты попадаешь в сказку. Там елка, там играют с детьми различные животные сказочные. В общем, ты успела сделать фотосессию и сделать все-таки наполное. Попадаешь сразу же в сказку. Затем ты заходишь в зал, присаживаешься, и начинается представление. В чем вообще сюжет этой сказки? То есть это классическая... Злая королева украла главный символ Нового Года – желтенькую крыску. И вот Алиса с своими друзьями, со своим сумасшедшим зайцем-другом пытаются спасти крысу и спасти Новый Год. Так, крыса – актер или настоящая? Давай успокоим маму и папу. Актер, актер, не переживайте, это актер. Но будет очень классный момент, там кое-кто будет летать. Прямо летать? Да, а вот этого я вам не сразу... Так, давайте не раскрывать. Пускай, да, все карты не будем раскрывать, обязательно сходите. Музыки много, костюмы, декорации. Много музыки, много декораций, даже есть флешмоб с детками, поэтому будет интересно. До какого числа продлится эта сказка? До 6 января включительно. Так что новогодним настроением могут зарядиться все. Обязательно, да, приходите, заряжайтесь новогодним настроением и самое главное, верьте в чудеса, потому что под Новый Год все должно сбываться. Так, давай еще раз повторим, где? Ну, это концертный зал Могилев, это филармония, это здание областного центра, методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы, вот то самое здание напротив драм-театра. Отправляйтесь и впадайте в детство. Ну, а чем...